Всем привет! Сегодня покажу, как я квашу зелень. В ход идет абсолютно любая зелень, которой весной предостаточно. Она очень быстро и хорошо растет, но также быстро стареет и грубеет. Поэтому стоит вопрос о ее переработке, засолке, замораживании, сушке и как один из вариантов квашения. Подойдет любая огородная зелень, которую вы выращиваете. Сегодня я буду показывать на примере красной листовой горчицы. Зима была теплая, поэтому ели мы ее всю зиму, сеяла я ее осенью. Вот так она выглядела в апреле и к началу мая очень быстро зацвела. Конечно, этого момента дожидаться не нужно, потому что листики уже становятся грубыми. Собрать их желательно раньше. Также мангольд, который тоже скоро зацветет. Лучок, которого весны очень много. Прошлогодняя петрушка, прошлогодний лук-порей. Все это если оставить на грядке, оно зацветет, огрубеет и просто-напросто невозможно будет использовать в пищу. Всю горчицу я срубила, сорвала с нее листья, петрушку выдернула, все хорошенько промыла. Можно даже замочить на несколько часов, чтобы отошла вся пыль, которая прилипла за зиму. Выкладываю слоями листья подходящую емкость, в данном случае этот таз, и каждый слой пересыпаю солью. Соли на этот таз зелени у меня уйдет примерно один стакан. Для того, чтобы листья хорошо просолились, сверху положу тарелку и поставлю на нее гнет в виде миски с водой и оставляем в таком виде на несколько часов. Если нет времени, то можно оставить даже на сутки, ничего страшного, с листьями зелени не случится. Пока горчица солится, подготовлю остальные ингредиенты. Всю зелень, которую мне нужно использовать, заготовить впрок. Измельчаю при помощи ножа, можно использовать мясорубку, блендер, кому как удобно и смотря какая зелень. Петрушку порубила, корешки петрушки, хоть и небольшие совсем, тоже не стала выбрасывать, почистила и порубила. Насколько я знаю, лук порей зимует не только здесь на юге, но и в средней полосе хорошо сохраняется под снегом. Обычно используется только нежная белая часть, но для квашения подойдут и довольно-таки грубые листья. Главное потоньше их измельчить. Чесночка я беру побольше, потому что он тоже прошлогодний, уже начинает расти, вянет, поэтому его тоже можно отправить в заготовку. И взяла пару кусочков имбиря. Имбирь беру не всегда, это совсем не обязательно. Все ингредиенты, всю зелень, можно просто смешать и поставить в квасице, добавив немножко сахарку. Но я приготовлю специальную заливку по типу кимчи. 3 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки с огромной горкой крахмала и столовую ложку с горкой острого красного перца. Заливаю все это литром воды и ставлю на небольшой огонь. Готовить смесь нужно постоянно помешивая, потому что схватывается крахмал очень быстро. Сначала у стенок и дна, и потом меньше чем за минуту вся смесь загустеет, превратится вот в такую густую кисель. Как только этот кисель станет полностью прозрачным, снимаем смесь с огня. Сразу заливку использовать нельзя, ей нужно дать некоторое время для того, чтобы она остыла до теплого состояния. Затем смешиваем ее с порубленной зеленью. Рассол или хотя бы его часть нам впоследствии пригодится, поэтому не выливаю, а сливаю его в миску. И тут опять несколько вариантов. Можно листья порезать ножом или порубить или пропустить через мясорубку и смешать с предыдущим составом, разложить по банкам и в таком виде оставить классице. Можно выложить в посуду слой листьев, слой начинки, а можно завернуть начинку в листья. Два-три листика раскладываем на тарелки, помещаю ложку начинки и сворачиваю. Укладываем готовые рулетики в какую-то посуду, можно использовать обычную трехлитровую банку или какой-нибудь контейнер с крышкой. Размер должен быть достаточным, потому что сверху еще будет все заливаться рассолом. Плотно уложенные в емкость рулетики заливаю рассолом, но его обязательно перед этим нужно попробовать. И если он очень соленый, то разбавляем водой обычной до нормальной солености. Соленость должна примерно быть как в обычной пище, ну например суп. Если же рассол не очень соленый, то добавляем его в чистом виде. Нужно сделать так, чтобы все рулетики были постоянно погруженными в рассол, поэтому сверху положила небольшие крышки и уже их в свою очередь прижала большой крышкой. Емкость помещаем в емкость большего размера, потому что при брожении может выделиться жидкость. Квашение или брожение или ферментация по-другому происходит в относительно теплой среде, поэтому оставляем емкость при комнатной температуре на несколько суток. Иногда достаточно суток, двух-трех, смотрите по вкусу и главное по аромату. В первый день аромат будет резким, неприятным, напоминающим капусту. Когда квасится капуста, происходит то же самое кстати, но затем аромат кардинально изменится и станет очень приятным. Ежедневно выпускаем пузырьки газа, которые скапливаются при брожении и заново накрываем крышкой. При течении нескольких дней можно будет убрать на хранение в холодильник. В холодильнике брожение почти останавливается и продукт не изменяет свои вкусовые качества на протяжении довольно длительного времени. Кроме того хочу напомнить, что квашеные продукты ферментированные очень полезны для нашего пищеварения и не только для пищеварения. Немножечко красоты его сада. Это было в начале мая, так сейчас уже все это цвело и во всю благоухают розы. Использовать квашеную зелень можно в чистом виде, добавлять в салаты, добавлять при приготовлении мясных, рыбных, овощных блюд и покажу парочку примеров. Готовлю пельменное тесто, 400 граммов муки, чайная ложка соли и 250-230 миллилитров воды, холодной или горячей. Можно добавить 1-2 столовые ложки растительного масла. Замешиваю довольно-таки крутое тесто, которое после отлежки обязательно должно отлежаться и в повторном вымешивании станет очень мягким. Пока тесто отлеживается, приготовлю начинку. Взяла небольшой кусочек свинины около 250 граммов. Можно его измельчить при помощи мясорубки или можно ножом нарезать на небольшие кусочки. Луковицу также пропускаем через мясорубку, либо измельчаем при помощи ножа. Не забываем, что горчица уже соленая. Поэтому соли в фарш добавляем немного меньше. Хорошо перемешиваем и начинка уже готова. При желании можно добавить черного перца. Тесто отлежалось, стало гораздо мягче. Повторно его вымешиваем и разделю его на кусочки. У меня получилось 10 частей. Каждый кусочек теста скатываю в шарик. Доску смазываю растительным маслом и раскатываю поочередно каждый шарик в пласт как можно более тонкий. Он должен буквально просвечен. Можно сделать чебуреки. Тогда начинку выкладываем на одну половинку. Второй половиной прикрываем и края защипываем. Либо можно соединить края теста в центре. Жарю пирожки в раскаленном растительном масле. Сначала с одной стороны, затем переворачиваем. После этого можно перевернуть еще один или два раза. Для того, чтобы мясо успело приготовиться, огонь делаем не слишком большим. Но и не слишком маленьким, иначе хрустящей румяной корочки не получится. Музыка 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 очень хрустящий получается корочку пирожков а начинка сочная и ароматная благодаря кавашиной зелени она приобретает пикантный вкус кислинку очень вкусные пирожки и второй вариант у меня есть кусок толстолобика примерно килограмм противень застилаю фольгой выложенные кусочки на фольгу покрываю порубленной квашеной зеленью поджаренной вместе с репчатым лучком на растительном масле туда же добавила немного острого красного перца покрываю все вторым куском фольги запечатываю края и отправляю в холодную духовку заставляю температуру 200 градусов время 40 минут пока разогреется на готовку уйдет минут 25-30 какая ароматная получилась рыбка нежная сочная надеюсь и вам она показалась аппетитной как и пирожки в разных регионах изобилие зелени приходится на разное время где-то это начало лета где-то середина и я надеюсь что вы посмотрев ролик подготовитесь и ни одна травинка заботливо выращенная вами в вашем огороде не пропадет а у меня на сегодня все всем отличного настроения всего наилучшего здоровья и до новых встреч пока у меня на сегодня все еще один раз